Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем разбираться с глагольными существительными и начнем практиковаться. Для чего мы их учили? Например, чтобы сказать, что нам нравится что-то делать. То есть используем глагол «пита» плюс потом «отглагольное существительное». Причем помним о том, что нам обязательно нужно окончание «ста». «Пита» требует «элатива», то есть слово с окончанием «ста». Соответственно, если мы хотим сказать, что нам нравится читать, глагол «читать» – это глагол «лукеа». Соответственно, «чтение», «отглагольное существительное» будет «луке минен». Как все слова, все отглагольные существительные, это слово попадает в тип слов на «нен», относится к типу слов на «нен». Как у нас образуется основа у всех слов на «нен»? Мы меняем «нен» на «се». То есть получается основа «луке мисе». И теперь к этой основе нужно добавить окончание «ста». То есть, чтобы сказать «мне нравится чтение», мы говорим «мина пидан луке мисе ста». «Мина пидан луке мисе ста». «Мне нравится чтение». То есть, по идее, это получается «мне нравится читать». Давайте скажем «мне нравится танцевать». Глагол «танцевать». От глагольное существительное получается «тансиминен». Основа «тансимисе». Добавляем «ста». Получаем «тансимисе ста». И, соответственно, «мне нравится танцевать». «Мина пидан танцимисе ста». «Мина пидан танцимисе ста». «Мне нравится танцевать». Поначалу может показаться очень сложным, но навык приходит с практикой. Чем больше таких глаголов вы измените на существительное и добавите к существительному, к основе этого существительного окончания «ста», тем легче вам и тем быстрее у вас будет получаться. Давайте возьмем глагол «кататься на лыжах». От глагольное существительное «хихтаминен». Основа «хихтамисе». Основу всегда дефисом в конце отмечаем. И добавляем окончание «ста», окончание «элатива», потому что глагол «пита» всегда требует окончания «ста». Давайте спросим, тебе нравится кататься на лыжах? Как спросить? Тебе нравится катание на лыжах? Следующий глагол давайте возьмем «Ездить верхом». От глагольное существительное получится «радцатаминен». Основа «радцатамисе». Добавляем окончание «ста». Как сказать «мне не нравится кататься верхом». Давайте возьмем глагол «рыбачить». От глагольное существительное «каластаминен». Основа «каластамисе». И добавляем окончание «ста». Получается «каластамисе ста». Это существительное в «элативе», то есть с окончанием «ста». Давайте спросим, тебе нравится рыбачить? Давайте возьмем глагол «пить». От глагольное существительное получится «лауламинен». И в «элативе», здесь я не дописала окончание «ста». Велативе получается «лаулами сеста». «Мне нравится петь». «Мина пидан лаулами сеста». «Мина пидан лаулами сеста». Кроме глагола «пида», точно такого же элативного окончания у нас требует глагол «науте». «Науте» означает «наслаждаться». «Науте» – глагол безумляутов. Не путайте его с глаголом «выглядеть». «Науте» – «наслаждаться». Точно так же, чем мы наслаждаемся, если это какое-то действие. Нужно образовать глагольное существительное и добавить «элатив». Глагол «науте» тоже требует «элатива». Давайте скажем «я наслаждаюсь путешествиями». То есть «путешествием». Нам нужен глагол «маткуста». Образовываем от него от глагольное существительное. «Маткуста ми нен». В элативе получается «маткуста ми сеста». И чтобы сказать «я наслаждаюсь путешествиями». Ну, путешествием. Путешествованием. Вот, самое верное. «Я наслаждаюсь путешествованием». «Мина». «Наутин». «Маткуста ми сеста». «Мина наутин маркуста ми сеста». «Я наслаждаюсь путешествованием». Давайте возьмем глагол второго типа «плавать». «Уйда». От глагольное существительное будет «уйменен». «И в элативе». «Уймисеста». «А наслаждаюсь плаванием». «Мина наутин». Давайте возьмем еще один глагол. Тупакойда означает «курить». Отглагольное, существительное. В элотиме получается «тупакойми сеста». Давайте спросим, ты наслаждаешься курением, то есть если человек курит, нам удивительно, нам странно, мы можем спросить, ты наслаждаешься курением, ты получаешь удовольствие от курения «наутитко» сина и курением «тупакойми сеста». Теперь давайте перейдем к третьему типу и возьмем глагол «кататься на велосипеде» или «ездить на велосипеде». отглагольное, существительное будет «пюраэлеминен». и соответственно в элотиме «пюраэлеминесэста». И мы можем сказать «я наслаждаюсь катанием на велосипеде» или «ездой на велосипеде». Я наслаждаюсь ездой на велосипеде. Давайте возьмем глагол «luистелла» или «кататься на ганьках». А в глагольное, существительное будет «луистеллэминен». В элотиме, соответственно, «луистеллэмисэста». И давайте выучим еще один вариант, когда нам требуется элотив. Это «интересоваться». Интересоваться обычно говорят «олла кий ностунут». И соответственно все изменения происходят в глаголе «олла». То есть чтобы спросить «интересуешься ли ты?» У нас получается «олэтко сина кий ностунут». Давайте отмечим, что «олла кий ностунут» у нас тоже требует элатива. И как спросить «ты интересуешься катанием на ганьках?» «Олетко сина кий ностунут». И вот мы с вами уже образовали элативную форму «луистеллэмисэста». Олетко сина кий ностунут «луистеллэмисэста». Давайте вспомним, как будет кататься на горных лыжах. «Ласкетелла». Соответственно, от глагольное существительное. «Ласкетеллэминэн». Незабываемо об обратном чередовании. Здесь приходит вторая «ты». «Ласкетеллэминэн». Теперь нам нужно образовать элативную форму. «Ласкетеллэмисэста». И теперь давайте скажем «Я интересуюсь катанием на горных лыжах». «Меня olен kiinnostunut lasкетеллэмисэста». «Меня olен kiinnostunut lasкетеллэмисэста». Следующий глагол «Учиться». Что-то изучать. «Опискелла». От глагольное существительное. «Опискелэминэн». Элативная форма «Опискелэмисэста». И нам нужно сказать, что я интересуюсь обучением. «Олен kiinnostunut опискелэмисэста». «Я интересуюсь обучением». «Олен kiinnostunut опискелэмисэста». Теперь давайте вспомним, как будет «слушать». «Кунэлла». 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 «Кунэллэмисэста». «Кунэллэмисэста». Давайте скажем «мне нравится слушать». Но что слушать мы пока говорить не будем, потому что это отдельный пункт, куда, например, поставить музыку. Если вы хотите сказать «мне нравится слушать музыку». Вспоминаем снова, как будет «мне нравится». И нужно сказать, просто пока слушание, да, не слушание музыки, а просто слушание. Давайте отделим глагол кунелла. Давайте скажем, я интересуюсь занятиями спорта. И занятиями спорта получит, а, мы не образовали основу, да, а не основу, эллативную форму. Пока, чтобы вам было легче, будем все писать. Я интересуюсь занятиями спорта. Еще один глагол, это ходить пешком или прогуливаться. От глагольное существительное. Давайте скажем, я наслаждаюсь прогулкой. Глагол наслаждаться напоминаю. Я наслаждаюсь прогулкой. Также можно вспомнить глагол «бегать трустой». Ленкеила. От глагольное существительное. Ленкеileминен. И чтобы сказать, я наслаждаюсь пробежками трустой. Вспоминаем. Вспоминаем снова глагол «наслаждаться». Наутя. Про. Ленкеileминя-то. Давайте вспомним хотя бы один глагол четвертого типа отглагольное существительное не забываем тянуть а потому что это четвертый тип и элативная форма Давайте скажем я интересуюсь фотографированием Я интересуюсь фотографированием Чтобы не затягивать урок я на этом пока закончу но продолжение обязательно следует Мой мой минус любят истевят